Добрый день дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поговорить и затронуть достаточно важную тему, связанную с нашим городом. Наши организации развивают военно-патриотические направления, то есть они ведут военно-патриотическую работу. Центром этой работы является военно-тренировочный полигон военно-патриотического движения «Ратник». Он находится у нас на Фиоленте и представляет из себя два участка земли, на которых находятся семь объектов капитального строения. Различной степени разрушенности, что в принципе добавляет определенного колорита, а также в принципе соответствует военно-прикладным направлениям. Для того, чтобы мы проводили там различные учения, соревнования, турниры, матчевые встречи и так далее. Я вам скажу, что в этом отношении нам, конечно, сейчас начинают помогать и это очень приятно. Я уже говорил о том, что Балаклавский муниципальный совет вывез огромное количество мусора, которое бы, наверное, не появилось бы там, если бы рядом живущие господа вместо того, чтобы оплачивать вывоз мусора, не выбрасывали туда, на этот полигон. Но я надеюсь, что в скором времени все-таки этот полигон передадут на баланс, нам бы хотелось, управлению по делам молодежи или Департаменту общественных коммуникаций. Это право решения за правительство. Нам самое главное, чтобы было поступательное движение в военно-патриотической работе. Но что бы мне сегодня хотелось сказать. Вот на этом полигоне проводится большое количество соревнований, турниров, как я уже говорил. Мы готовим наши площадки для того, чтобы можно проводить различные учения, тренировочные занятия, тренировки команд. Но вот вы знаете, я все больше и больше смотрю за тем, что делается вокруг. И вот вы знаете, наверное, даже не сердце кровью обливается, а, наверное, в первую очередь растет возмущение. Я неоднократно в выступлениях своих говорил, что уважаемые господа полицейские, Но проводите периодически такие рейды по выявлению людей, незаконно живущих в садовых товариществах, которые находятся рядом. Вот у нас, вот это наш полигон окружает автомобилист-1, автомобилист-1, первомайская. Но самое главное, большие вот два, которые больше всего территории вокруг нас занимают, это товарищество садовод и союз. И знаете, что самое интересное? Я когда смотрю на то, как они себя ведут, это вот, понимаете, это настолько потребительски, настолько неуважительное отношение к тому, что делается. Вот вы знаете, мы взяли, прошлись по полигону с нашим фотографом, и взяли участок буквально где-то вот в объеме где-то 200 метров квадратных. И вы посмотрите, сколько за это время было там спилено, варварски спилено деревьев. Там есть старые пеньки, раз, а есть просто вот свежие, которые были вот буквально неделю, может быть там две недели, месяц и так далее. Вы понимаете, что варварски просто вырубаются деревья. Причем вырубается и можжевельник, из которого пытаются, наверное, делать подделки. Вырубаются просто деревья для того, чтобы, видно, отапливать свои дачи, или там места, где они живут. Потому что я еще раз повторяю, я уверен на 100%, что в этих домиках и так далее зачастую живут люди, которые не зарегистрированы в Севастополе. А потом мы начинаем говорить о керченских проблемах и так далее. Вот я не хотел бы, чтобы это было в городе, у нас, у нас в городе. Поэтому, наверное, надо проверять, проводить рейды. Поэтому я хотел бы, во-первых, обратиться и к нашим правоохранительным органам. Мы готовы вам помогать. То есть наши ребята, которые проводят занятия на этом полигоне, которые развивают военно-патриотическую работу, готовы оказывать всяческое содействие в качестве понятых, либо блокировки чего-то. Ну, то есть не суть важно, как вы считаете нужным, пожалуйста, обращайтесь. Мы готовы вам в этом плане помогать, потому что мы в этом заинтересованы. К людям, которые рядом живут, вы должны понимать, что вы не в свинарнике. Проявите уважение городу, который вас приютил, где вы живете там. Не сорите, не выбрасывайте мусор, не ведите себя, как свиньи. Потому что Севастополь, который говорит, город достоин поклонения, так, наверное, и жители должны быть. А если вы, извините, приехали сюда к нам, то не лезьте в чужой монастырь со своим уставом. Не ведите себя по-хамски, что сегодня я здесь живу и буду делать там, что мне нравится. А потом то, что я уеду, мне плевать, что здесь останется. Нам не плевать, это наш город. Но действительно больно. Поэтому давайте будем делать с вами вместе дело. Живите вы спокойно, Бога ради. Мы должны быть уверены, что люди, которые там живут, это люди, которые живут так, как положено. Что наше движение развивается. Что полигон становится краше, лучше. Что он действительно сможет быть образчиком для России в плане проведения военно-патриотической работы. Практической работы, которая может вестись не только каждый день, каждую неделю. Но на этой территории мы можем с вами сделать и военно-тренировочный лагерь спортивный в летний период времени. И положение мы разработали. У нас столько уже сделано во всех этих направлениях, что хотелось бы только одно. Теперь все это нужно реализовывать и расширять. И вот я надеюсь, что с помощью наших исполнительных, законодательных органов, правоохранительных органов мы действительно все это сделаем и поставим это так, на такую ступень, которой можно гордиться. И которую можно предлагать, как определенный проект для всей России. Чего мы, кстати, и добиваемся. Спасибо за внимание.